Греческие пассионы 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 В остальном же Мартину не увлекала ни сакральная, ни мистическая стороны религии. Скорее, он воспринимал ее как человек из народа, для которого библейские сказания были сродни фольклорным сказкам, а таинство – народным мистериям. Яркий пример – его опера «Миракль. Легенды о Марии», вдохновленная средневековыми мистериями и легендами. Традиционные оперные формы в ней сочетаются с песнями, танцами, устной речью и элементами народного театра. Особняком стоит полевая месса, созданная в начале Второй мировой войны. По уровню замысла и мастерства ее можно сопоставить с военным реквиемом Бриттена. Но в остальном кажется, что бог для Мартину – это скорее такой бородатый старик с лубочной картинки, за которым в припрыжку бежит Адам, как это представлено в его калятке из кантаты «Букет». Греческие пассионы, пятнадцатая и последняя опера Мартину выбивается из общего ряда. В заявке на стипеню фонда Гугенхайма он писал. В наше время художник имеет дело с очень сложной, запутанной системой ценностей, поэтому он стремится к искусству, в котором сохраняются и утверждаются человеческие художественные ценности. Роман Казанзакиса именно таков, поэтому я выбрал его для своей трагической оперы. Я чувствую, что готов к новому шагу, который очень труден и налагает большую ответственность. Я нашел текст, который искал годы. Казанзакис всю жизнь пребывал в духовном поиске и сам. В юности он полгода провел в монастыре, потом изучал право в Афинах, философию в Париже, увлекся идеями коммунизма, личностью Ленина и неоднократно бывал в России. В итоге он пришел к универсальному гуманизму или, как его называл Мартину, универсальному лирическому гуманизму. Роман «Христа распинают вновь» рассказывает о трагедии, случившейся в греческой деревушке Ликавриси, расположенной в турецкой Анатолии. Силами жителей решено разыграть традиционное представление – страсти Христовы. Появление беженцев, покинувших сожженную турками деревню и ищущих новое пристанище, нарушает привычный ход жизни Ликавриси и роковым образом влияет на преображение героев и исход событий. Представление страстей – традиция, в первую очередь, католическая. Традиция очень старая, но живая и по сей день. И сегодня существуют фонды, которые спонсируют подобные представления. А для баварского городка Обер-Мергау – это главное туристическое событие года и большой источник дохода. Сценой такой мистерии открывается фильм «Христа в Лассануси» из далекой страны, посвященной жизни папы Иоанна Павла II. «Христа в Лассануси» «Христа в Лассануси» «Христа в Лассануси» Тема беженцев остро задевала и самого композитора. Он рано покинул родину, много скитался. В 1939 году, когда нацисты вторглись в Чехословакию, он помогал чешским музыкантам-беженцам во Франции. А с 1948 года, когда в Чехословакии к власти пришли коммунисты, он сам, по сути, остался бездомным и стал жертвой холодной войны. В Америке, где он жил, к нему относились с подозрением, как к представителю страны соцлагеря, а в коммунистической Чехии его, гражданина США, считали предателем. В последние годы он необычно много говорил об отчаянных поисках прибежища и много писал музыки именно на чешские тексты. Превратить роман в либретто было сложно. Из 450 страниц текста в итоге осталось около 40. Многим пришлось пожертвовать. С одной стороны, сюжет приобрел более универсальный характер. С другой, в опере немало туманностей, разобраться в которых можно лишь с помощью романа. Время действия в романе Казанзакиса точно не обозначено, но по косвенным признакам ясно, что это 1920-е годы. Мартину вынимает из сюжета всю линию, связанную с турецким правлением и фигуру Аги, это с одной стороны, и все упоминания о коммунизме и большевиках с другой. Так в опере не остается точных примет времени, и сюжет обретает в нем временной характер. Аллюзии на новозаветную историю Казанзакис воссоздает на всех уровнях. Во-первых, это, конечно же, герои, выбранные среди жителей деревни. Пастух Мональоз получает роль Христа. Он светловолосый, голубоглазый и кроткий нравом. Кроме того, он пасет овец, он пастырь. Сын богатого архонта Михелис становится апостолом Иоанном. Молодые люди Янокос и Кастанис, соответственно, Петром и Иаковом. Катерина, вдова и деревенская блудница, получает роль Марии Магдалины. Панайц, вопреки его желанию, получает роль Иуды. Но в игру вовлекаются даже те, кто не должен был изначально участвовать в этом спектакле. Отец Григорий, это духовный глава деревни, по факту становится главным фарисеем. Он продает индульгенции и превращает храм в рыночную площадь. А Ге достается роль Пилата невольно. А турецкое владычество над греками читается как явная параллель римской власти над Иудеей. Все герои романа переживают процесс преображения и самоидентификации в новом качестве. Сложнее всего этот процесс проходит монольоз. Он отказывается от невесты Линьо, потому что понимает, что не может быть Христом, если близок женщиной. Зато новая роль дает ему смелость, и он из слуги пастуха превращается в проповедника, в борца, заступника слабых и обездоленных беженцев. Но пассионы – это не единственный пласт романа. Беженцы во главе с отцом Фотием отсылают нас к ветхозаветной истории исхода израильтян из Египта. Они также несчастны и голодны, но также верят в свою избранность и обретение земли обетованной. Гора Саракина, где останавливаются беженцы, уподобляется пустыня. О неслучайности подобного сходства говорит эпизод в романе, где отец Фоти поднимается в горную церковь и возвращается оттуда с обретенной иконой, подобно тому, как Моисей спускается с горы Синай со скрижалями. В этом контексте богачи Ликаврисии, фанатично поклоняющиеся своему богатству, уподобляются тем, кто поклоняется золотому тельцу. Третий пласт оперы еще более удален от христианской темы, он мифологичен. Никольос, помощник Мональоса, это фавн или пан, кудрявый пастух, играющий на свирели. Даже в романе его кудряшки описываются похожими на рожки. Никольос это воплощение дохристианской Греции, не знающей христианской морали, потому он так легко и принимает решение жениться на линьон, брошенной невесте Мональоса. Эта линия очень музыкальная, и в опере она не просто сохранена. Флитовые наигрыши Никольоса играют важную роль в музыкальной травматургии оперы. Но есть и еще один слой. В романе христианские идеи очень тонко смешиваются с коммунистическими. Десятина, которую Мональос изначально призывает отдать бедным, в итоге превращается практически в коммунистические призывы социального равенства и даже раскулачивания. Но в опере все эти линии стерты. Либретто, написанное Мартину, сохраняет многослойность композиции, но многоплановость каждого отдельного пласта сильно редуцирована. Казанзагис видел либретто и принял его, но назвал его очень ясным и рассудительным. Чтобы эффективно доносить содержание, Мартину опирается на форму диалога. Он писал, что либретто должно быть понятно даже идиоту. Тем не менее, ему не везде удалось сохранить ясность и стройность композиции романа. Например, в романе, как и в Новом Завете, есть три призвания Христа, три призвания Мональоса. Назначение на роль, толкование сна Катерины и видение Иисуса Христа, который призывает Мональоса взять на себя убийство Юсуфчика, фаворита Аги, и тем самым принести себя в жертву общения. В опере есть первое призвание. Второе призвание сокращено. Мартину вырезал толкование Мональосом сна Катерины, что очень досадно. Ее сон о том, как Мональос резал на куски луну, не превращается в дешифрованный символ и поэтому выглядит странно. Третьего призыва в опере нет. Вместо этого есть такой, по сути, кошмарный сон Мональоса, где появляются четыре персонажа – Линьон, Янокос, Григорий и Екатерина, искушающие его. И выходит, что искушение, индивидуальная драма Мональоса для Мартину важнее призвания Христа. КОНЕЦ 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 Из трех апостолов в опере полнее всего представлен Янокос Петр. И Хелис, и Констандис остаются, пожалуй, лишь вспомогательными фигурами. Образ Панайта Иуды тоже сильно редуцирован. В романе он переживает мощное преображение, становясь воплощением практически абсолютного зла. А в опере это намечено лишь схематично. В романе Панайта подкупают, чтобы он распространял дурные слухи о Мональосе. Будто бы Мональос – агент, подосланный из Москвы, чтобы издать богатую деревню большевикам. В романе атмосфера нагнетается последовательно. При помощи Панайта общество усердно готовит к грядущей расправе над Мональосом. В опере этого нет. Лишь в конце Панайта, как и в романе, выступают убийцы Мональоса. Однако важный для истории страстей мотив тридцатисеребренников и предательства не уходит полностью из оперы, а смещается. Янокоса Петра на три золотых подкупает деревенских богатей папаша Ладос. С тем, чтобы Янокос выманил у беженцев украшения, которые, как думает Ладос, те прячут. Но, проникнувшись ритуалом, увиденным на Саракине, Янокос сознается во всем отцу Фотию, кается и получает прощение. Это есть и в романе. Но в опере, когда исчезает линия предательства и подкупа Панайта Иуды, выходит, что его функцию берет на себя Янокос. Иная судьба в опере и у Катерины. В романе она берет на себя вину за смерть Юсуфчика и погибает. В опере же она остается жива и скорбит над телом Мональоса. Мартин будто списывает в этот момент ее образ с канонического для живописи сюжета снятия Иисуса Христа с креста и его оплакивания. И именно Катерине в опере принадлежат последние слова. Сильно смягчен образ отца Григория. Мартину лишь намекает на его фарисейство. Мрачные краски в его образ добавляет музыка. Но страшная натура Григория проявляется лишь в последних сценах, когда он отлучает Мональоса от церкви и затем призывает к его убийству. Так как полностью изъята турецкая линия, то нет Аги, который в романе невольно берет на себя роль Пилата и подарет Мональоса жителям Ликавриси. И нет крестного пути, который проходит Мональос от дома Аги до церкви, на пороге которого его убивают. Кроме того, в опере существует иное ощущение времени. Действие охватывает период от Пасхи до Рождества. В романе точно расставлены метки времени. Пасха, лето, сбор урожая, наступление холода, канун Рождества. В опере же обозначены только крайние точки. Пасха и Рождество. Все остальное происходит где-то вне времени, порой рождая чувства хаоса, хаотичности. Отчасти этот хаос проясняет чтец, примарки и объяснение которого Мартину упихал тот текст, который не вошел в текст спетый. Прежде чем перейти к разговору о музыке, нужно оговориться, что греческие пассионы существуют в двух редакциях. По сути, это две разные оперы. Первую редакцию Мартину завершил в 1957 году. Предполагалось, что она будет поставлена в театре Ковенгарден, где музыкальным руководителем был его соотечественник, дирижер Рафаэль Кубелик. Но в последний момент постановку отклонил худсовет. Мартину не слишком расстроился, ведь за процессом работы над греческими пассионами следил буквально весь музыкальный мир и желание поставить эту оперу Блазкало или в Нью-Йорке, высказывал сам Герберт фон Караян. Мартину предложил оперу в Тюрих и предложил ее так, как есть, потому что был доволен своим решением. Тем более удивительно, что когда Тюрих попросил о некоторых переделках, Мартину фактически переписал оперу заново, потратив на это 15 месяцев работы и использовав во второй редакции лишь 30% музыки из первой. Само название греческие пассионы моментально отсылает нас к мощной музыкальной традиции пассионов, как особого вида духовной оратории. Но не стоит сразу кидаться и искать параллели с пассионами Баха. Это в данном случае самый малопродуктивный путь. Важнее вспомнить ранний литургический вариант пассионов, тот, что бытовал в X века, как особый вид чтения и речитации во время мессы на страстной неделе. В середине XIV века эта форма существенно преобразилась и обрела черты драматического действия с распределением ролей. Эта модель, безусловно, оказала влияние на Мартину и его греческие пассионы. Помимо речитативной и диалогических форм, он выстраивает формальную музыкальную конструкцию как чередование канонических тонов. В первую очередь это ре, фа и миксолидийский лад от тона фа, которые были закреплены в практике таких чтений и практически не изменили свои функции на протяжении веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начав работать над оперой, Мартину много посещал службы, в том числе греческие православные. Но говорить о буквальном воспроизведении тех или иных моделей нельзя. Скорее, он создал некий обобщенный образ православного мира. Второй важный прототип пассионов, собственно, оратория. И это в первую очередь все то, что связано с фетосоветной частью оперы. В греческих пассионах есть и сильный образ героя, и драматические коллизии, и столкновения двух больших народных масс. В крупных хоровых эпизодах, на которые опирается каждый из четырех актов, ораториальные черты сами собой выходят на первый план. Третья и основная для первой редакции модель – это опера. Точнее, музыкальная драма. И не случайно в период работы над греческими пассионами Мартину знакомился специально с музыкальными драмами Монте-Верти. Музыка первой редакции будто бы смонтирована из множества контрастных кадров. Постоянно происходят быстрые смены противоречивых эмоций, что отзывается резкими сменами стиля. Характерные мотивы быстро сменяют друг друга, образуя своеобразную мозаику. Монтажный принцип, освоенный Мартину в радио- и телеоперах, здесь очень ощущается. В центре внимания композитора – психологическая драма и перелождение героев. Для этого он использует широкую палитру самых разнообразных форм речитативов, монологов, кратких риоза и экспрессивных диалогов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы вплотную подошли к структуре оперы. В ней четыре акта. Завершенных музыкальных номеров здесь практически нет. Акты разделены на сцены от трех до пяти, и сквозное действие внутри их развивается непрерывно. Ясную структурную архитектонику определяют ораториальные черты этой оперы. Первые три акта построены по одной модели. Цепь действенных эпизодов, в которых развиваются личные драмы героев, приводит к большому хоровому финалу. Исключение – самое начало первого акта – это краткий эпизод пасхального праздника, где затем происходит распределение ролей для будущих пассионов. Но это необходимая внешняя арка, связывающая начало оперы с ее финалом. В остальном же хоровые финалы – это опорные точки всей конструкции и важнейшие моменты драматического действия. Но это не просто хоры. Они представляют собой большие действенные сцены, где хоровые эпизоды перемежаются с ключевыми конфликтами и событиями оперы. Так, финал первого акта происходит в Ликаврисе – это приход беженцев, противостояние отца Григория и отца Фотия, конфликт Катерины и Панайца, смерть беженки и изгнание беженцев на гору Соракина. Финал второго акта базируется на сцене установки священных ворот на Соракине, как основанию нового поселения. И эта сцена представляет собой еще и аллюзию на основание нового небесного Иерусалима. Драматический эпизод этой сцены связан с появлением Янакоса, подкупленного Ладосом, его признанием и его раскаянием. Также здесь происходит вторая смерть – это смерть старика, который, как в могилу, ложится в яму для опоры ворот. Это его жертва на благо будущего поселения. Финал третьего акта можно уподобить на горной проповеди. Мональоз на горе проповедует милосердие к соседям и призывает помочь беженцам. Градус напряжения здесь еще выше. Контрапунктом идет заговор первосвященников, то есть заговор Григория и богачей Ликавреси против Мональоза, который начал представлять для них угрозу. Второй контрапункт – это притча Мональоза о Христе, принявшем облик нищего бродяги. А четвертый акт целиком построен по этим законам, так как представляет собой финал всей оперы. В нем три ярко-контрастных эпизода. Первый – сцена свадьбы Линьо и пастуха Некальео с песнями и танцами. Вторая – спрессованные в 10 минут события, которые в романе разнесены во времени. Отлучение Мональоза от церкви, его признание и самобичевание, осуждение Мональоза жителями Ликавреси и убийство. Сцена эта очень действенная, самая действенная во всей опере, она является кульминацией и развязкой трана. И третий эпизод – аллегорический эпизод смерти и воскресения Христа. Он происходит сразу в двух измерениях – в Ликавресе празднуют Рождество, поют Глория и Аллилуйя, а на Сорокине прощаются с Мональозом и поют Кири Элейзен, напев, с которым они и пришли в эту землю. Между этими хоровыми столпами разворачиваются личные драмы. Среди основных эпизодов хотелось бы упомянуть сцену объяснения Мональоза и Линьо, подкуп Янокоса Ладосом. Также это цепь остро-драматических диалогов, объяснений Мональоза с Янокосом, Мональоза с Катериной. Ну и, конечно же, сон, искушение Мональоза, который открывает третий акт оперы. Музыкальный язык оперы складывается из трех основных сфер. Первая – хоровая духовная, где Мартинус с разной степенью точности воспроизводит свои впечатления о литургическом православном пении. Но достоверность для него не главная. Поэтому наряду с греческим «кириэлейзен» греки поют католическое «глория, аллилуйя». Наряду с моделированием форм православных песнопений появляются эпизоды, отчетливо напоминающие то Карла Орфа, то будущие формулы минималистов. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая сфера – оперно-драматическая. И здесь Мартин упирается в первую очередь на опыт веристов, экспрессионистов и импрессионистов. Некоторые исследователи даже называют язык пассионов нео-импрессионистским. Тут действительно много ярких, красочных эпизодов, живо воскрешающих в памяти Дебюсси, который в свое время оказал огромное влияние на Мартину. В нео-импрессионистском ключе выдержаны все интермецы, которые играют огромную роль в опере. Так как не столько в диалогах, сколько именно в этих интермецах отражено преображение персонажей, их духовное перерождение. Из нео-импрессионизма выходит и вся пасторальная линия оперы, связанная с образом Никольоса. Пана и его флейтовые наигрыши – это явная аллюзия и на Сирингс Дебюсси, и на его послеполуденный отдых Фавна взять хотя бы важный эпизод с нам Нальосом. Третья сфера – народная. Как и хоровая музыка, это некое усредненное впечатление композитора, о фольклоре Юго-Востока Европы. Самые яркие краски здесь – это пара простых народных песен на ля-ля-ля и тембр физгармонии, имитирующий гармонию ля-аккордеон. Фольклорных эпизодов немного, и они не играют определяющую роль в национальной окраске всего сочинения. Поэтому еще современники Мартину замечали, что пассионы не такие уж и греческие. «Убери имена», их можно назвать чешскими. Для построения драматургии оперы Мартину используют несколько сквозных тем, из которых до функции лейтмотивов, как мне кажется, дотягиваются только два. Первый – это мотив, который открывает вступление во второй редакции оперы, а в первой редакции, как правило, сопровождает монолеса, звучит при первом его упоминании, и этот мотив принято называть темой креста. Это очень светлая и самая запоминающаяся в опере тема. В ее основе подлинный распев «Аллилуйя», по-своему гармонизованный Мартину. Второй мотив – это краткий кодиционный оборот, столь же благочинный, как и первая тема темы креста. Большая нагрузка здесь лежит на оркестре с расширенной группой ударных, арфой и физгармонии. Оркестр договаривает то, что не вошло в текст. Использует Мартину и лейтембры. Так, струнные соответствуют образу Мональоса, духовые – отца Григория, ударные – папаша Ладоса, физгармония – Катерины. Мартину за свою жизнь испытал влияние практически всех стилевых направлений, актуальных при его жизни – от неофольклора до неоклассики и джаза, оставаясь безразличным только формальным школам композиций, таких как «Нововенская школа», «Сериализм» и так далее. В пассионах, так или иначе, все они нашли свое отражение. Но в целом музыкальный язык последней оперы Мартину, особенно на фоне послевоенного авангарда 50-х – начала 60-х годов, также архаичен, как и мир греческой деревушки, представленной в этой опере. Премьера второй редакции состоялась 9 июня 1961 года, до которой композитор не дожил. А в 1970 году на пластинке вышла рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Началась совершенно новая эра, и конвенциональной опере Мартину места в ней, конечно же, не было. Вряд ли композитор думал о том, что спустя полвека ситуация с беженцами в Европе вновь обеспечит актуальность ее сочинения. За последние 10 лет опера ставилась в Европе 9 раз, и теперь она действительно стала духовным завещанием Мартину. Как нередко бывает в жизни, но редко бывает в искусстве, завещание ему пришлось переписать. Как уж говорилось, опера существует в двух завершенных и кардинально отличных друг от друга версиях, случай, уникальный для истории оперы. «Мир» узнал ее во второй редакции в Цюрихе в 61-м году, где она исполнялась под управлением Пауля Захера, и тогда имела колоссальный успех. И только в 1999 году на оперном фестивале в Брегенце состоялась премьера первой редакции. Это восстановленная партитура – результат колоссальной работы музыковеда, тогда еще молодого сотрудника Института Богослава Мартину в Праге, Алиша Бржезиме. Как я уже говорила, только 30% музыки вошли во вторую редакцию. Технически эти страницы партитуры Мартину просто вытащил из оригинальной первой партитуры и вставил во вторую. Остальные страницы он раздарил друзьям, музеям, фонда. И Алишу пришлось собирать партитуру, рассредоточенную более чем по 20 источникам. Помогло ему чудо. Бумага была маркирована и страницы пронумерованы, поэтому удалось полностью восстановить оригинальный замысел композитора, которым тот в свое время был так доволен. Благодаря сохранившемуся клавиру первой редакции, он находится в издале «Универсаль Эдисион», можно убедиться в том, что партитура полностью соответствует первоначальному варианту. Постановка фестиваля в Брегенсе была выпущена на CD, на DVD, хорошо известна и доступна в музыкальном мире. Однако постановка в Екатеринбурге более аутентична, чем та знаменитая запись. Дирижер Ульф Ширмер заменил оригинальные вступления первой редакции на более эффектные, созданные для второго варианта оперы. А в Екатеринбурге публика, наконец, услышит оперу целиком в том виде, в каком ее создал Богуслав Мартин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ